Всем привет! Сегодня ничего печатать не буду, а вот почему. А все потому что в моей мастерской просто хаос! Две недели назад я взялся за один этопический и сомневаюсь что удачный эксперимент По получению чего-то похожего на синтепон из пластиковых пэт бутылок Что-то конечно получается, но больше похоже на волосы одного богатого знаменитого президента Далее я попытаюсь сделать что-то похожее на нить, чтобы из этого материала мне попробовали связать какую-нибудь вещь Так что excuse me, пока не доведу этот эксперимент до конца, не успокоюсь Моя мастерская занята всяким хламом, так что перекатываюсь пока здесь Сегодня я покажу как заработать немного деньжат Снимал это видео летом, если видео зайдет, то я смонтирую еще пару серий Некоторые будут говорить фу, по таким местам лазить, себя не уважать Да не лазить вас никто не заставляет Но там есть реальные деньги, не один десяток тысяч рублей Думаете что это? Это маленький 3d принтер Размер его стола 18 на 18 сантиметров Но хоть он и маленький, но сделан так качественно Расскажу о нем в конце видео А сейчас поехали! Предварительно я уже знаю места где и что можно поискать Сразу сходу нашел деталек на пару сотен рублей Не густо, нашел плату от приемника Но здесь два транзистора Который денег стоит Нашел советский принтер В нем по любому есть драгметаллы На следующий день я решился залезть в само здание Думаю что в нем я найду более крупный улов Брошенный дом прилично сохранился У нас много брошенных домов Не из-за того что жить некому Просто эти объекты стоят на сваях Вбитые в вечную мерзлоту И вследствие разморозки грунта Дома признают аварийными После чего жильцов расселяют другие квартиры Некоторые комнаты и санузлы очень хорошо сохранились А вот и первая находка Несколько транзисторов от 10 до 20 рублей за штучку Некоторые платы я забираю с собой Чтобы выпаять драгоценные радио детали Не обкусывая позолоченные выводы Эх, чья-то забытая история Пока все там видно, что это хоум видео А вот и еще одна неплохая находка В цифровой советской электронике всегда присутствуют драгоценные радиодетали Калькулятор электроника МК-42 Цена 100 рублей Наверняка здесь есть ценные шабашки Не поверите, это какая-то находка По-моему забрел в квартиру какому-то бывшему киповцу Я просто наклонился и кое-что увидел Цена вот этих кубиков советских керамических конденсаторов Составляет до 210 тысяч рублей за килограмм Повсюду разбросаны контрольно-измерительные приборы Скорее всего здесь жил какой-то инженер Тут просто хаос Видать человек не успел съехать Бомжи все разбомбили Сейчас соберу все шабашки, которые я нашел И покажу В этом доме мне очень повезло Думаю что советских радиодеталей я набрал на очень приличную сумму Это вы видите 3 минуты видео В доме я находился часов 5 наверное Только я красиво разложил все детали И собирался рассказать что столько стоит Как случилось вот это Пришлось в спешке забрасывать все в рюкзак И уходить через чердак Нет, я ни в коем случае не нарушаю законы Сторож здесь, чтобы гонять бомжей В избежание пожаров Лестницу убрали, которую я поставил Наверно пасут Через несколько дней случилось вот это Нет, это не случайное обрушение Это запланированный снос дома Так что я успел набрать то что хотел В этом случае я уже знал что были работы по разбору передвижной советской телевизионной станции Конечно же на драгметаллы Но господа которые приезжали за оборудованием Почему то посчитали что это недостойный хлам И оставили гнить на улице Вывезли целый камаз советского телевизионного оборудования У меня даже есть видео в инсте Вот это я понимаю Вот это находочка У этих керамических конденсаторов Это зеленые прямоугольники Цена достигает до 237 тысяч рублей за килограмм К сожалению мелкий инструмент не взял Приходится работать плоскогубцами А вот в этих переменных резисторов Есть кольца С содержанием палладия 20% И цена этих колец 920 рублей за грамм Неплохо Ну а в системе Надо изымать процессоры У них позолоченные контакты Вот так С одного места можно поднять тысячу рублей И все это хлам Нужно поднять только жопу с дивана По дороге мне попался еще один системник Как я и говорил деньги лежат просто на помойке Эта заброшка наполовину жилая То есть один подъезд расселён А все остальные жилые Бывает такое Жильцов просто расселяют из аварийного подъезда Конечно подъезд был закрыт на замок Из-за этого мы прошли через чердачное помещение Сразу же мне попалась куча редких пластинок Винилофилы наверное облизываются Конечно я не стал их брать Ведь я пришел не за этим Почти в каждом заброшенном доме Мне попадаются советские телевизоры С них можно взять хоть и немножко Но как говорится с миру по нитке Я еще раз повторяю Я не нарушаю никаких законов Не занимаюсь вандализмом И беру только никому не нужный хлам Наконец-то нашел капельку дорогостоящих керамических конденсаторов Ну и напоследок мы подверглись нападению Обезумевших голодных голубей Которые влетели в открытую форточку А ума вылететь не хватает Из-за этого долбились просто в окошко Спасли трех летающих крыс Остальные к сожалению не дождались спасения Ну и напоследок покажу еще одну крупную находку Это учебное заведение то ли заброшено, то ли ремонт в нем идет Непонятно, но двери открыты Сам объект не охраняется И повсюду видны следы вандализма Ух ты! Радиоконструктор Транзисторы Детишки, если вы меня смотрите Обязательно учите эти нарисованные иероглифы на стене Иначе всю свою оставшуюся жизнь будете мотаться по свалкам и помойкам А вот и первая вкусная находка По моему компьютер БК-01 Тут же лежали еще пару плат с драгоценными радиодеталями Ну вот это очень жирная находка Не на одну тысячу рублей Конечно такой куш попадается не каждый день Я две недели лазил по заброшенным зданиям И срезал транзисторы стоимостью 10-15 рублей Здесь же думаю советских деталей на пару тысяч рублей Здорово! В одном из своих будущих видео я все распаяю, покажу и расскажу Какая деталька, сколько стоит Взвешу все это и посмотрим на сколько получилось денег Поверьте не на один десяток тысяч рублей Если вам эта тема интересна, то я смонтирую еще одно видео Деньги на свалках Вот небольшая нарезка Вокруг города на заброшенных свалках Валяется тоже очень много ценных вещей Иногда это только на первый взгляд ржавая корыта А внутри стоит деталька стоимостью 3000 рублей Если видео зайдет и вам будет интересно что брать ценного в этом ржавом хламе Дайте знать своими комментариями Для того чтобы я заделал еще одно видео Материал летом уже снят Или например если захотите То я могу намутить видосик с кладбища вертолетов Вам решать выпускать ли мне видео такого формата Ну а сейчас немного омолом Я конечно обалдел как он собирается Делай 1 Делай 2 И делай 3 Запуск Не забудьте закрутить пару болтов Указанных в инструкции на русском У этого малыша директ подача Это очень большой плюс для испытания печати вторичными полимерами Ребята из компании КИНКРУН прислали мне этот принтер не на обзор Они просто заботятся об экологической обстановке И хотят чтобы я на нем попечатал вторичными пластиками Ух я его в усмерть ушатаю если смогу С такими минимальными габаритами Я создам для него термокамеру И нагоню туда Грауссов 100 Но это в будущем видео А в ближайшем видео я напечатаю на нем под пластиком из бутылок Предельный станок и намотку для пряжи Которую я собираюсь сделать из пластиковых бутылок Что там магнитится? Так мне неохота оставлять этого красавца здесь Интересно, а в месяц ли он в рюкзак? Ну вот 3d принтер в рюкзаке Наверное первый мобильный 3d принтер Но я с вами не прощаюсь Не болейте и храни вас Господь До встречи Подписывайся на инсту И смотри первым Моё новое неотмонтированное видео Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала